Дети артистов часто становятся объектом общественного интереса. Одней из самых обсуждаемых фигур в современном шоу-бизнесе стали дети Филиппа Киркорова, Алла Виктория и Мартин. Детям приходится нести тяжелую ношу шлейфа славы главы семейства. Манеры и эмоции наследников вызывают много непонимания и споров. Многие подозревают, что жизнь детей не так легка и счастлива. Так ли это? Давайте вместе разбираться. Киркоров не только занимается своей карьерой, но и самостоятельно растит детей. Я готов вкладывать в детей миллионы. Они у меня есть, и я имею на это право, сказал недавно Филипп. Алла Виктория родилась 26 ноября 2011 года в престижной клинике Майами. Девочка получила имя в честь любимых женщин отца, экс-супруги Аллы Пугачевой и матери Виктории, которой не стало в 1994 году. А через 7 месяцев, 29 июня 2012, в США на свет появился ее брат Мартин. Артист держит в секрете, кто матери его детей, и фанаты до сих пор гадают об этом. Активное участие в жизни детей принимает Наталья Ефремова, которая крестила девочку. Некоторые источники утверждают, что именно Ефремова может быть не только крестной, но и родной матерью Аллы Виктории, ведь они очень похожи. Наташа живет в особняке вместе с детьми Киркорова. Они называют женщину «мама Наташа». Сама Наталья не комментирует возможное родство и дружбу с семьей. Чрезмерное внимание папарацци заставило женщину избегать светских мероприятий, где раньше ее видели в компании артиста. В «Матери Мартину» публика записывает певицу Анастасию Стоцкую, которую с Киркоровым связывает давняя дружба. Фанаты усмотрели невероятную схожесть Мартина и Александра, сына Стоцкой. Дети Киркорова не лишены женского внимания и воспитания. Помимо мамы Наташи, много времени с ними проводит 78-летняя тетя-артиста, оперная певица Мари. Она же подбирает и нянь, а также сопровождает детей, если Филипп берет их с собой на гастроли. Дедушка Бедрос Киркоров тоже принимает участие в воспитании. Филипп поделился, что сейчас ему тяжелее справляться с детьми, у которых наступает подростковый кризис, и ему нужно приложить все силы, чтобы преодолеть это. Одной из проблем является зависимость детей от гаджетов, а другой – то, что из-за своего известного и эксцентричного отца они сталкиваются с насмешниками от сверстников. Детей хейтят в школе из-за отца Однажды Алла Виктория пришла к отцу и спросила «Папа, а правда тебя тетя потрогал за попу, а попа искусственная?» Звездный отец пояснил, что все это шоу-бизнес, в этой сфере много хайпа и лжи. На что наследница ответила «Как с этим жить дальше? Не могу, меня хейтят в школе». Сам Киркоров искренне не понимает причин поведения одноклассников детей. Ведь все знают, что отец Мартина и Аллы Виктории – просто артист. Аллу Викторию Звездный отец начал выводить свет с 4-летнего возраста. Отец не скупится на одежду для дочери, а эксперты говорят, что некоторые ее образы стоят более 500 тысяч рублей. Девочка привлекла внимание и знаменитых дизайнеров и уже несколько раз выходила на подиум. Как и многие дети, девочка часто меняет свои интересы. Бросив фигурное катание, она увлеклась рисованием и теперь мечтает стать дизайнером интерьеров. Дочь знаменитого певца обладает хорошим голосом, что впервые продемонстрировала в 2017 году, впечатлив зрителей своим выступлением на новой волне в Сочи. Также в сопровождении ансамбля «Непоседы» девочка спела песню «Прекрасное далеко» на торжественном концерте в честь 90-летия своего деда Бедроса Киркорова, который состоялся в Кремлевском дворце. Для своих детей отец делает все, что может. Устраивает им пышные торжества в своем загородном доме, дарит щедрые подарки и платит за обучение в элитных гимназиях. Мартин обучается в техническом лицее в городе Истро Московской области. Там он изучает математику, физику, информатику и занимается программированием. Мальчик сам захотел поступить туда и сдал на отлично все вступительные тесты. Стоимость годового обучения в лицее равна 800 тысячам рублей. Дочь артиста продолжила учиться в элитной московской школе, в которой год обучения стоит более полтора миллиона рублей. Дети Филиппа имеют все, что только могут пожелать, чтобы быть счастливыми. Они привыкли к высокому уровню жизни и дорогим подаркам. Но судя по недовольному выражению лица, грусти и тоски в глазах, жизнь принцессы не делает Аллу Викторию счастливой. И она совсем не в восторге от роскошных дней рождения, на которые ее щедрый отец тратит миллионы. Но как можно порадовать ребенка, если у него с самого детства есть вещи от знаменитых брендов и драгоценностей, которыми избалованы дети? Артист устраивает грандиозные вечеринки по случаю дня рождения своих наследников. В 9 лет Алла Виктория стала обладательницей золотого браслета за полтора миллиона рублей, которые ей подарила подруга семьи. А на свое 11-летие она получила коллекционные серьги Луи Виттон. На 12-летие дочери Филипп совместил день рождения Аллы Виктории с примерой новогоднего фильма «Елки 10», в котором снимался он и его отец. Киркоров не скупился на комплименты дочери и рассказал прессе, что она пришла практически со всеми одноклассниками. Также на примере присутствовала Ани Лорак, которая вручила девочке браслет-кортье с бриллиантами. Эксперты оценили украшение в более 1 миллиона рублей. Но глядя на фото и видео с дочерью поп-короля, можно обратить внимание, что девочка в окружении подарков и букетов кажется печальной и несчастливой. Поклонники считают, что Киркоров не учитывает желания своей дочери. Он организует вечеринки для своих друзей в ее дни рождения, дарит то, что нравится ему самому, и покупает ей одежду по своему вкусу. От этого девочка ходит грустная и несчастливая. Алла Виктория еще совсем юна, и с годами ее характер может измениться. Кто знает, может девочка найдет свое предназначение в какой-то области и заслужит славу не только как дочь Филиппа Киркорова, но и как независимая личность с собственными успехами и способностями. Не менее эффектными были праздники и для сына Мартина. Одна из вечеринок была сделана в стиле фильма «Аватар». На празднике присутствовало много знаменитостей. На другой день рождения Киркоров подарил сыну сказку в стиле парка юрского периода. Важное семейное событие прошло во время гастролей поп-короля в Тель-Авиве. Со сцены Филипп поздравил сына, а потом для именинника выкатили оригинальный торт с динозаврами. Мартин увлекся дизайнерским искусством. На 11-летие сына Филипп приготовил для Мартина особенный подарок. Первый показ его коллекции одежды. Ранее школьник не раз выходил на подиум в качестве модели, а теперь сам стал дизайнером. Воплотить в жизнь коллекцию помогла дизайнер Аника Киримова, близкая подруга Киркорова. Филипп считает, что на смену культовым дизайнерам Валентину Юдашкину и Вячеславу Зайцеву, у которых недавно не стало, должны приходить молодые специалисты. На создание коллекции с Мартином ушло более 10 миллионов рублей. Линейка дорогая, потому что вся одежда выполнена из самых качественных материалов. После ухода западных брендов многие говорили, в чем мы будем ходить теперь. А оказалось, это пошло только на пользу. В нашей стране огромное количество талантов. Мартин – яркий тому пример, заверила дизайнер. На презентацию коллекции одежды авторства сына Киркорова были приглашены Татьяна Навка с дочерью Надей, Наташа Королева с мамой Людмилой Порывай, Сергей Лазарев с детьми Никитой и Анной, Анита Цой, Яна Рудковская с сыном Сашей. Гости с восторгом рассматривали вечернее платье, а после вручили автору коллекции свои подарки. Рудковская подарила мальчику эксклюзивный скейтборд за 5 миллионов рублей, а Лариса Долина подарила Мартину пакет с дизайнерской одеждой, которая также пришлась по душе его сестре. У Филиппа катастрофически плотный график, так что ему не всегда удается проводить много времени с наследниками. Зато артист всегда берет их с собой в отпуск. Мартин и Алла Виктория вместе с отцом уже побывали в Крыму, Болгарии, Франции и других туристических местах. С самого рождения дети короля эстрады окружены роскошью. Они летают частными самолетами на отдых, передвигаются в дорогих автомобилях и живут в огромном доме с прислугой и нянями. Филипп Киркоров обратился в программу «Идеальный ремонт», чтобы преобразить детскую зону в своем роскошном особняке. Мастера оформили зону у сухого бассейна, приукрасили игровые домики и создали дополнительные пространства. Масштаб работ был огромен. Дизайнеры сделали для Мартина и Аллы Виктории настоящий Диснейленд, а также установили балетный станок для дочки-артиста и домашний кинотеатр. Позже король российской эстрады признался, что ремонт он оплачивал самостоятельно, а также приобрел огромную сцену со светомузыкой для детей, чтобы те могли давать концерты дома. «Уже сейчас Филипп задумывается о том, где будут жить его дети, когда подрастут. Через пару лет захотят жить самостоятельно, поэтому я уже готовлю им дом, делаю так, чтобы они жили рядом со мной. Я в пентхаусе, а они рядышком. Мои друзья мне обустраивают квартиру, делают целый-целый арт-объект», рассказал Филипп. Сколько бы Филипп Бедросович не тратил денег на своих детей, важнее всего родительская любовь и внимание. Мы желаем, чтобы у Аллы Виктории и Мартина Киркоровых всё это было. Вы согласны с нами?